И последний, пятый вопрос, препятствия. Если это было бы легко, гипотезу, понятно, легче, чем другим, потому что у вас уже есть технология, но все-таки есть препятствия. Первое, если это называется ступор. Бывает так, вот надо что-то придумать, а в голову ничего не лезет. Вот не залази. Мы уже и как только не делаем, не залази. Бывает такой ступор. Что надо делать, чтобы выйти из ступора? Но ничего в голову не приходит. Отвлечься. Ответить? Отвлечься. Отвлечься. А, то есть переключить внимание на что-то другое. Ну да, ну типа вот такой вот, что-то на языке крутится, а ты не можешь назвать это, надо срочно подумать о чем-нибудь другом, и у тебя сразу все-таки лезет в самом голове. То есть, например, человек, я переведу, как это называется, человек сконцентрированный на чем-то и не видит панораму. И вот чтобы расфокусироваться, а то ответ может быть где-то тут. А он такой, где-то убить ее, только убить надо, все, больше ничего. А тут раз так, о, а можно подружиться. Отвлекся, можно чай попить, кофе попить. Выхода из ступора достаточно много таких вариантов. Ну, если есть, помните, это такое состояние человека, из него можно выйти. И мы, кстати, часто с вами так и так делали, ну, вначале так делали, а сейчас как-то вы научились выходить из ступора сами. Ну, это навык такой, оно постепенно нарабатывается. Следующее, перфекционизм. Вот часто, вот у меня сейчас в Хабаровске было начальник юридического отдела, гипотеза, я как с вами, но только более, менее уважительный. Вот. И вот выдвинуться гипотезу. Я не могу. И стали разбираться. Оказалось, у них есть гипотеза. Ну, и она считает, я не очень. Вот не очень. Я говорю, ну, зачем себя унижать? Вот как Татьяна. Надо, вот сказал, вот есть какая-то идея, все, выдай. Мы потом проверим. То есть не надо вот так вот. Люди иногда не выдвигают гипотезу из-за того, что они опасаются, что у них, например, вообще слабое слово, такой вот аргумент совсем слабенький. Не надо. В этой части так делать не надо, иначе будет препятствие. Ну, и последнее отсутствие аргумента, это когда человек просто проговаривает, какую-то гипотезу выдает, вот бри-бри-бри, ну, мы говорим бредятелем. Он или гений, мы просто не видим эти логические связи. Это 0,001%, что это так. Или он бред какой-то несет. Это тоже препятствует. То есть мы начинаем тратить время при генетическом исследовании на потом отторжение вот этой негодной гипотезы. Все. Вот такие препятствия. Бывают и другие, но вот это самое распространенное. Спросите у Менделеева, у Пушкина, у всех у них, вот у них ступор, у Гоголя. Да, вот у Гоголя, знаете, знаете, как у него техника была? Вот Гоголь, например, там, что делал? Сжигал. Нет, сжигал это он, это, длите. Ну, длите не было, он это черновики удалял. У Гоголя была такая конторка, он остановился, и когда ничего не писало, ступор, знаете, ничего не лезет, ни мертвая душа, ни сживая, никакая не лезет. Да, просто писал. И он просто говорит, я Гоголь, вот стою, пишу. И у него пора, вот он выходил из этого. Перфекционизм, это он сжег. Он говорит, а ну и вот, начинал сжечь вот это. Хотя, может быть, было и хорошее какое-то произведение. Но я стою на позиции, что Гоголь сжег все-таки черновики. То есть, ну, мы же черновики не храним дома. Он просто удалял черновики и такое было. Ну, и сусы, аргументы. Но это все-таки к науке ближе, все-таки в поэзии, в литературе такого. Ну, не очень сильно к этому речь идет. Пожалуйста, есть ли вопросы к ступору? Какой наиболее самодейственный способ выхода из ступора? Кроме отвлечения. А, то есть, вы уже предлагаете, что отвлечение это самый действенный. Ну, например, мотивация, повышение мотивации. Ну, например, там, как это последнее было? Ставишь себе время, вот, окончание, завтра уже сдавать. Мотивация возрастает, и начинаешь пробивать головой вот это. Общение Таня при защите. Да, вот это. Ну, пока нет действий. Ну, значит, аргуминации недостаточно. Ну, это, конечно, жесткое, жесткое. Я думаю, вот это, знаете, стресс потом рождают в своем человеке. Если постоянно себе увеличивать мотивацию, надо, 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 надо. И потом фрустрации и так далее, не советую. Значит, это вырезали, это не надо, целеполагание. Что еще? Как выйти из ступора? Ну, например, перевести в игру. То есть, да, серьезней. Ну, дипломы, дипломы. Ну, что там, сейчас я нарисую диплом. И нарисую диплом. Вот, перейти в такую творческую модель. В творческой модели людям легче, ну, и переходит на эту женскую модель. А в женской модели легко. Ну, в смысле, легко можно выдумать. А потом аргументировать можно всю штуку. У вас какая тема диплом? Конституционный правосудник и Конституция современного права государства. Господи. Конституционный правосудник и Конституция современного права государства. Подоговорить о необходимости создания... Сочувствуемся. ...инферсионного суда в городской области. А, это в городской области еще. Ну, вот проблема в том, что, знаете, ну, я вижу, что здесь проблема вот такую. Нет связки с личным опытом. И если нет связки с личным опытом, человек никак не может понять, зачем, кто у вас научный человек. Вот максимум вот это может для вас быть, надо же ее не подвести, надо что-то писать. Вот так вот, от души, чтобы вы там всю жизнь посвятили, еще раз называете, еще как называете. Конституционная правоотсудить в конституции современного правового государства. Вот так. Вот если вы хоть название знаете, а многие кандидаты в юридических наук не знают название своей диссертации, потому что они такие длинные. Я сам и запомнил с третьего раза. Машу, спасибо за вопрос. Давайте с каждого, чтобы мы вас решили. Да. У меня вопрос такой. Я еще с этапа добавить аргументы. Вы говорили про картину и то, что черная краска, возможно, аргумент, который использовал человек при воздержании гипотезы, что это просто он не хватало красок, он добавил черную, что это довольно такой несущественный аргумент. И тогда вопрос мне складывается, если человек добавляет такой аргумент, который не является существенным, можно ли его, в принципе, использовать как аргумент? Или же нужно именно аргумент, который более-менее правдоподобен? Знаете, здесь, что такое аргумент? Аргумент – это то, с чем рецепиент согласен. То есть сто процентов согласен. У него нет никаких сомнений, что это так. И в данном случае вы же сами рецепиент, если вы герметическое исследование сами с собой проводите. И вы думаете, какие аргументы к тому, что у него не было черной краски? Он был бедным, например. Мы лезем, смотрим, был ли он бедный. Например, узнаем, что краска черная оказывается, это из сажи делается. А сажа, вообще-то, она достаточно дешевая. Дорогая, конечно. Где же ее найти? Сжег диплом, вот и сажа. А вы не сжигаете дипломы торжественно? Не сжигайте. Потом можно картины рисовать. А потом можно только не проложить, чтобы нарисовать картины. А с какой степени? С диплома на это? С диплома на это? Вообще, диплом в картинках – это, мне кажется, будущее зайти. Ну, в куберсах очень лучше. Как еще раз название? Конституционное правосудие, как институт современного правового государства. Ну, мне прямо вот картина не выписывается пока. Ну, можно подумать, зато будет на все. Ну, что-то мои пишут про интернет. Ну, у меня диплом. Дипломы почему-то пишут про интернет. Почему? У вас такие умные темы, у меня просто про интересный интернет. Ну, как вам манипулировать в интернете? Как управлять с точки зрения, с помощью правовых средств интернета? Все, кстати, актуальнее, как оказалось. Есть. Как бороться с отсутствием аргументов? Почему-то бороться. Значит, что сделать, чтобы до… Приступать аргументы. То есть, ступор в аргументах? Да. Ну, так, посмотрите, если аргумент никакой не выходит, отбросьте ТС. Окей. То есть, возможно, то было бредом. А так, например, знать, какие аргументы существуют. Например, узнать, какие аргументы и какие-то дополнять. Или поиграть в игру, что общего. Потому что, что общего, это развивает компетенцию, как связку. А аргумент – это как раз то, что связывает. Ну, он же связывается с тезисом. Если у вас развивает компетенция связывания, вы подбираете аргументы. У меня вопрос. Как бороться с партициализмом и нужно ли вообще с ним бороться? Опять бороться. Пусть он какой-то в голову преодолевает. В каком-то военном дискурсе. Как бороться и нужно с ним бороться. Значит, бороться, я передаю на ваш язык, бороться нужно тогда, когда это мешает. То есть, если человек зафиксировал, что что-то ему мешает. Вот, например, мне, если у меня обои отклеиваются, мне это не мешает. В отличие от некоторых других. И они могут и так повисеть. Хотя, я понимаю, если мешает, то снизить требования к себе. Но я понимаю, что это непросто. Но, опять, вы смотрите, через мотивацию такое. Это мне мешает. Например, это мне мешает выдвигать гипотезу. И, значит, я все время не развиваюсь. Я остановлюсь, и всё. Надо раскрыться. В данном случае убрать перфекцизм. Хотя, перфекцизм это же неплохое, нехорошее название. Перфект. Ну, это хорошо. Ну, может быть и плохо. Можно ли в случае отсутствия аргументов прибегать к помощи третьей техники? Да, мы так и делаем. Ну, я, конечно, говорю, в конце концов готовлю вас к стремальной ситуации, когда вы один на один к себе открываете ваш договор. Вы открываете договор, раз, и видите. Тут же провели эту экспертизу, и есть результат. Но, чтобы получить какие-то технологии, вы уже сейчас что дел происходит? Вы обнимаетесь технологиями. У каждого из вас уже есть технологии выдвижения аргументов. А тут, через месяц, то есть, когда мы занимаемся здесь вместе, не когда я вам выкладываю, а когда вы видите, что другое, вы их подмечаете на подсознательном уровне и начинаете говорить, «Ой, так можно было». Ну, думаете, подсознание вас думает. И включает это в свой официал. Вы получаете какой-то новый инструмент выдвижения аргументов. Как идентифицировать, что ты в ступоре, какие пристыки в ступорах, а не то, что ты просто думаешь долго? Да. Есть два варианта. Например, есть люди такие быстрые, швырткие, а есть люди, как я, такие неторопливые. Ну, тут тормоза. И это надо всегда знать. Вот я знаю, что мне нужно временно подумать. То есть, я себя выделяю больше. Но, когда я думаю-думаю, например, на третьи сутки я понимаю, что что-то не так. Вот. И тогда, значит, ступор. Ничего не бить. Еще один такой есть маркер. Обычно же мы перебираем варианты. Да. Вот так, нет. Вот так вот. А вот это попробуйте. На, вот это. Как в фильм «Периантовая рука». Вот. Это он перебирает варианты. Если варианты не перебираются, а просто вы смотрите вот так вот, то, скорее всего, это ступор. А, посмотрите в зеркало и увидите. Если у вас лицо такое, ну, расслабленное такое, глаза пустые, это ступор. Можете на коллега посмотреть. Да, пожалуйста. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok